МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. И коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все в одном здании. Женская консультация из старого помещения городской медсанчасти постройки 1961 года переехала в перинатальный центр. Здесь хороший ремонт, светлое помещение, большие окна. То есть очень тепло, уютно. Поэтому здесь, конечно, условия несравнимы. На крыльях таланта. Воспитанники Центра хореографии Сити-Дэнс Дворца культуры современник завоевали гран-при и россыпь наград международного творческого конкурса фестиваля. Мы в основном стараемся обращать внимание на технику, на точность. И обязательно, чтобы дети могли это донести не только движением, но и эмоциональным своим поведением на сцене. Два золота. Зареченские спортсмены завоевали высшие награды соревнований по самбо, посвященных памяти заслуженного тренера России Владимира Шакурова. В принципе, это один из важных стартов для Пенинской области в году. Собрал он борцов 2012-2013 года. И это лишь некоторые темы. Все подробности далее. Зареченцы рискуют остаться без телевидения, в том числе местного телеканала. Это относится к тем, кто пользуется услугами телерадиокомпании «Заречный», но вовремя не оплачивает доставку телесигнала. Уважаемые абоненты кабельного телевидения телерадиокомпании «Заречный», мы очень ценим то, что вы пользуетесь нашим кабельным телевидением. В настоящее время в нашей кабельной сети мы ретранслируем более 30 телеканалов различной направленности. Мы понимаем социальную значимость кабельного телевидения в наше время, поэтому стараемся сохранить размер абонентской платы неизменным. Сейчас она составляет 200 рублей и не зависит от того, сколько телеприемников у абонента – один или, например, четыре. Также бесплатными у нас являются вызовы специалистов технической службы для устранения возможных неполадок кабельной сети. В свою очередь хочу призвать вас своевременно вносить абонентскую плату, не допуская задолженности, поскольку для нас это возможность закупать оборудование и материалы для обслуживания и развития нашей кабельной сети. Узнать о наличии и размере задолженности можно в здании телерадиокомпании «Заречный» по адресу улицы Ленина, 18 Б или по телефону 60 13 19. Оплатить услуги оператора кабельного телевидения можно также в телерадиокомпании или кассах единого расчетно-кассового центра. Женская консультация сменила адрес. Теперь врачи-гинекологи ведут прием не в старом здании 1961 года постройки, а в новом современном корпусе перинатального центра. Все услуги сохранены в прежнем объеме, а вот условия для врачей и пациентов значительно улучшились. К тому же теперь все специалисты, ответственные за здоровье женщин, находятся в одном здании. Удобство и комфорт новой амбулатории оценили мои коллеги. Теперь под одной крышей. Женская консультация переехала в здание перинатального центра. Сменить адрес амбулатории оказалось целесообразнее, чем ремонтировать старый корпус, в котором раньше вели прием врачи-гинекологи. То здание, в котором старые поликлиники, в котором до сегодняшнего дня находилась женская консультация, оно уже очень старое, там деревянное перекрытие, полы проваливаются. Ну то есть там мы решили, что все-таки приняли такое решение, смысла нет там вкладываться в какой-то ремонт. Перинатальный центр – самое новое здание медико-санитарной части номер 59. Его ввели в эксплуатацию в 2008 году. Поэтому и создать современные комфортные условия для медицинских работников и пациенток здесь гораздо проще. Здесь хороший ремонт, светлые помещения, большие окна, то есть очень тепло, уютно. Поэтому здесь, конечно, это условия несравнимы. Для женской консультации выделили пустующие помещения на первом и втором этажах. Под кабинеты врачей перестроили несколько палат. Также здесь оборудовали малую операционную, кабинеты для кардиотокографии, конференц-зал. Специалисты объясняют, тесное соседство стационара и женской консультации имеет немало преимуществ. Это удобно с точки зрения оказания помощи, как и беременную женщину, которая приходит на амбулаторном этапе для наблюдения. Потому что бывают всякие экстренные ситуации, иногда нужна срочная консультация, акушер-гинеколога, консиливание собрать, определить с тактикой ведения. У женской консультации свой отдельный вход. Она изолирована от остальных помещений перинатального центра. Двери расположены на той стороне здания, которая обращена к Ледовому дворцу. График работы остался прежним. Телефон регистратуры 60-33-82. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». 22 марта «Заречный» вновь присоединится ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Из-за пандемических ограничений последние два года такие демонстрационные испытания не проводили. И вот теперь родители выпускников могут на собственном опыте почувствовать, так ли страшен ЕГЭ, как им иногда кажется. Независимо от возраста, уровня подготовки и срока давности окончания школы, зареченцы смогут проверить свои знания на едином государственном экзамене для взрослых. 22 марта всежелающие горожане смогут присоединиться ко всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Процесс проведения экзамена будет максимально приближен к организации реального итогового испытания 11-классников. Чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, взрослые пройдут через арочный металлодетектор и в аудиториях получат контрольно-измерительные материалы с заданиями по русскому языку. 22 марта проводим в нашем городе в 15.00 на базе 226-й школы, потому что у нас здесь пункт проведения единого государственного экзамена. При себе обязательно иметь паспорт, так же, как у нас дети, и черную гелевую ручку. Конечно, ЕГЭ глазами родителей здесь будет немножко сокращенное задание. Как правило, судя по прошлым годам, где-то в течение 40 минут продолжительность дается. Экзаменационная работа для взрослых составлена из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены выпускникам. Главная цель проекта «День сдачи ЕГЭ родителями» – снятие психологического напряжения при подготовке к итоговому испытанию школьников. Родители получают возможность на собственном опыте познакомиться с правилами и процедурой проведения экзамена. Когда мы с ними разговаривали, сначала напряжение было, потом уже спокойно, и понимаешь, как все ответственно, что детям вот даже правильно вписать букву, когда бланк регистрации заполняешь. Мы всегда удивляемся, когда говорим детям, вы знаете, даже ошибаются написать свое имя, то есть вот такое охватывает волнение. Одно дело мы слушаем, читаем инструкции, как все проходит, а другое дело, когда ты во всем этом участвуешь. Поэтому, если родители хотят посмотреть, как это будет происходить, пожалуйста, приходите. Заявки на участие в едином государственном экзамене для родителей принимаются в городском департаменте образования. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону 60 07 42. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцев ждет знакомство с уникальным творческим коллективом. Впервые в нашем городе выступит народный хор Пензенского музыкального колледжа имени Архангельского. На главной зареченской сцене артисты дадут два концерта – 15 марта в 13 и в 18 часов. Программа «На деревне тихо» – это сплав живой музыки, красивых голосов, народных и авторских произведений. Чудесный, удивительный, яркий, самобытный. Этими и другими столь же восторженными эпитетами награждают слушатели Народный хор Пензенского музыкального колледжа имени Архангельского. Коллектив под руководством Татьяны Кондратьевой – неординарный и многоплановый. Основываясь на народном направлении, охватывает очень широкий спектр музыкальных стилей – от традиционного фольклора до произведений советских и современных авторов. Есть произведения акапеллы, то есть без сопровождения музыкального, где мы можем прослушать и голоса, и звуковедения, и какие-то динамические классные вкусные оттенки, но и есть произведения с современной аранжировкой. Хор – неоднократный лауреат и обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов. Каждая исполненная юными артистами произведения – это маленький спектакль, дарящий зрителю неповторимые эмоции. Это такой энергетический поток идет со сцены, потому что ребята действительно проживают каждую песню, понимаете? То есть есть песни Высоцкого, есть песни каких-то еще там современных авторов, но настолько это чувственно, это настолько мощно, это настолько вкусно, вот эта вся подача, знаете, но это не может не тронуть. Я тебя нарисую на кусочке бумаги и пошлю почтаю голубиной бумаги. С уникальным коллективом могут познакомиться и зареченцы. Для нашего города хор подготовил разнообразную программу, позволяющую оценить весь спектр многогранных творческих возможностей артистов. Начинаем мы с фольклора, то есть русские народные традиционные песни, произведения советских и современных авторов. Также будет показан интереснейший рекрутский блок, то есть это проводы в рекруты, давно всеми забытый, но восстановлен ребятами и руководителем. И, конечно же, игровой блок, потому что обязательно со зрителями нужно поиграть, их нужно погрузить в эту атмосферу. Живой звук, живые голоса, живая музыка – все это ждет зареченцев во Дворце культуры «Современник». Дорогие зареченцы, мы вас приглашаем на нашу творческую встречу-концерт на деревне Тихо. Студенты Пензенского музыкального колледжа имени Архангельского во главе с Татьяной Геннадьей Кондратьевой очень вас ждут. Подготовили для вас очень разнообразную программу, поэтому, пожалуйста, милости просим. Мы действительно вас очень ждем в 15 марта в 13.00 и в 18.00 в ДК «Современник». Медали, семь золотых кубков и кубок Гран-при. Такой богатый урожай наград привезли в родной город участницы Центра хореографии «Сити Дэнс». Девочки выступили на международном фестивале-конкурсе «На крыльях таланта» в Саранске. Зареченки стали лучшими среди более чем 40 танцевальных коллективов. У воспитанницы младшей подготовительной танцевальной группы «Сити Дэнс» большой праздник. Они танцуют, смеются и поют. Так девочки отмечают свою первую победу на международном конкурсе фестиваля «На крыльях таланта» в Саранске. Умение рассказывать историю языком тела помогло девочкам из «Сити Дэнс» оставить позади более 40 танцевальных коллективов. Юные зареченки вспоминают. Во время выступления они думали только о своем номере, старались быть грациозными и обаятельными. «Что было самое главное в вашем выступлении?» «Четкость, тянуть коленки, носки, стопы, улыбки, шеи». «Трудно все это выполнять?» «Да, нет». «Мы в основном стараемся обращать внимание на технику, на точность и обязательно, чтобы дети могли это донести не только движением, но и эмоциональным своим поведением на сцене». Концепция танцев и артистизм девочек покорили строгих членов жюри. Однако из-за быстрого отъезда получить заслуженные награды в торжественной обстановке в Саранске у танцевальных групп не получилось. Медали, семь золотых кубков, один кубок гран-при малышкам вручили наставники в стенах Дворца культуры «Современник». В честь этого события девочкам даже разрешили сделать небольшое послабление в диете. «Нам обычно не разрешают пиццу, но сегодня нам разрешают. И мы этим очень довольны». Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Две золотые медали завоевали воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Русь» на соревнованиях по самбо памяти заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Шакурова. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Пензенской, Саратовской областей, а также из Республики Мордовия. С победителями встретилась Ксения Тризна. Тренер на ковер выйти не может, но в поединке участвует хоть и дистанционно. Трое воспитанников Юрия Былыкова приняли участие в турнире по самбо памяти заслуженного тренера России Владимира Шакурова. Соревнования прошли в Пензе. В принципе, это один из важных стартов для Пензенской области в году. Собрал он борцов 2012-2013 года с различных областей. Это Самарская область, Саратовская, Пензенская, Республика Мордовия, Республика Чувашия. То есть довольно-таки обширная география этого турнира получилась. Егор Гудков занимается самбо уже 4 года, с 6 лет. В секцию он пришел вслед за братом и теперь отрабатывает приемы и броски. Учится защищать себя и других. На соревнованиях Егору особенно запомнился поединок с соперником из Пензенской области. Справиться с ним спортсмену оказалось непросто. Отрывал захват. Он был из граба. Но ты его все равно победил? Да. Расскажи, как тебе удалось противодействовать его тактике? Ну, отрывал захват, держал руку и сделал бросок. Егора Гудкова признали самым техничным борцом турнира и даже присудили ему специальный приз. Уверенное владение приемами самбо продемонстрировал и двоюродный брат Егора, Михаил Толышкин. Все свои поединки Михаил завершил досрочно болевым приемом, так называемой скруткой. Это на четвереньках. Залазишь ты на руку, скручиваешься, как ножницами, ногами режешь его, он переворачивается и отрываешь там руку. Тренеры объясняют, Михаил и Егор пока набираются соревновательного опыта. Учатся работать с противниками на ковре, собираться перед поединком. Это очень важный этап подготовки спортсмена. Получили удовольствие от их содержания и борьбы прежде всего, потому что в этом возрасте не так важны медали, сколько важен сам процесс, как ребята борются. Но и без медалей Егор Гудков и Михаил Толышкин не остались. Оба спортсмена завоевали первые места. Сейчас они вернулись к тренировкам, чтобы пополнить свой арсенал новыми приемами. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Команда «Заречного» завоевала первое место на областном фестивале ГТО среди трудовых коллективов. В состав нашей сборной вошли 8 человек, показавшие высокие результаты на муниципальном этапе состязаний. Это сотрудники производственного объединения «Старт» физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» муниципального предприятия «Автотранс» школы номер 225. За победу на областном фестивале ГТО боролись около двух сотен участников – представителей 27 муниципальных образований региона. В программе состязаний были такие тесты комплекса «Готов к труду и обороне», как пулевая стрельба, прыжок в длину с места, бег на короткую и длинную дистанции, отжимания, наклон с тумбы. Было непросто. Ловили на себе взгляды соперников. Все следили, чтобы делали, выполняли упражнения правильно, четко, поэтому мы старались как раз этого достичь. Мы были настоящей командой, поддерживали друг друга. Наверное, это нам и помогло. В итоге зареченская команда завоевала первое место. Теперь нашей сборной предстоит выступить на федеральном этапе соревнований. Программа соревнований – секрет успеха зареченцев и, конечно, имена победителей. Все это расскажет директор муниципального центра тестирования ГТО Ольга Касаткина. Встреча в студии сразу после рекламы. Цифровая экосистема Северного морского пути. Система импортозамещения Реверс Инжиниринг. День открытых дверей в Национальном центре физики и математики. Смотрите в среду в 20.00. 18 марта в городе Заречном на улице Озерской, 13. Открытие нового магазина «Скидкина». Специальное предложение. Масло «Подсолнечная слобода» 199.90. Не чуешь, чем пахнет? Кушать вас буду. А хочешь, чтоб тебе всегда было и сладко, и приятно, и тепло, и светло, и вкусно? О, хочу. Тогда тебе жениться надо! Да! Да! Ку-ку! Нашли подозрительный предмет в общественном транспорте? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Постарайтесь установить, чья это вещь и кто мог ее оставить. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю и кондуктору или в экстренные службы. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный в транспорте, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Новости на канале Заречный продолжаются. У нас по традиции время встречи с гостем. И мы продолжаем разговор о физкультуре и спорте. У нас в гостях директор муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Ольга Касаткина. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Итак, Ольга, поводом для нашей с вами очередной встречи послужило очень приятное событие. Заречный в очередной раз показал успешное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Давайте начнем с этого. Да, действительно, в эту субботу, 11 марта, у нас состоялся областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. 27 муниципальных образований приняли участие в этом мероприятии. Это более 230 человек. Мы также стали участниками и показали результат не просто хороший, а наилучший. Мы стали победителями. Очень приятно это отметить и с гордостью хочется сказать, да, мы явились на данном мероприятии победителями. Показали наилучшие результаты среди всех участников нашей области. Ольга, несколько слов о героях. Какие трудовые коллективы они представляли? Как вы их нашли? Ну, незадолго до этого, 14 февраля, у нас прошел муниципальный этап физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», то есть фестиваля, среди трудовых коллективов. Трудовые коллективы предоставили свои команды. Команда состояла из 8 человек. Положения мы писали, основываясь на положении области, ну а область, соответственно, основывалась на положении федерального этапа. Команда, как я уже сказала, состояла из 8 человек. Мужчина и женщина 25-29 лет, мужчина и женщина 30-39, 40-49 и 50-59. На нашем муниципальном этапе команды представили «Учитель», то есть образовательная сфера, «Союз» – это команда от спорта, далее команда «Старт», это производственное, да, совершенно верно, производственное объединение «Старт», далее «Автотранс» и «Централизованная бухгалтерия». Девчонки нас всегда поддерживают и всегда участвуют в этих мероприятиях, которые связаны с ГТО, нам это очень приятно. Также были одиночные, скажем так, участники. Была неполная, к сожалению, в составе команда КБУ, команда, не команда, а участники МЧС, МСЧ. Но, тем не менее, неважно, была команда в полном составе или нет, потому что фестиваль носил лично командный характер, поэтому итоги подводились как среди команд, так и среди личников. И вот те участники, которые на муниципальном этапе одержали победу, представляли наш город Заречный уже на областном этапе. Ну, я думаю, что наш город должен услышать их имена. 25-29 – это Ашкирина Оксана и Анашкин, простите, Илья, ПО «Старт». Далее 30-39 – Чернышова Маргарита, Мауфок Лесной, то есть наш спорт, и Исаев Сергей, также ПО «Старт». Далее 40-49 – это Исаева Елена ПО «Старт» и Зиновьев Юрий, это учитель по физкультуре школы 225. И самые старшие категории 50-59 – это Тонкошкуров Дмитрий ПО «Старт» и Загребаева Марина, представители автотранса. Вот в таком чудесном составе мы поехали на область. То есть, получается, это такая сборная команда, которая представляла несколько коллективов, трудовых коллективов города, и подавляющее большинство все-таки было с производственного объединения «Старт». Да, это очень радует. У всех ребят, которые, скажем так, представители ПО «Старт», у них такая хорошая зарядка, скажем так, они участвуют во всех мероприятиях спортивного содержания нашего города и всегда показывают хорошие результаты. Я думаю, это говорит о хорошей организации на нашем предприятии. Спортивной работе. Да, совершенно верно. Большое спасибо вот тем людям. Это Табанченков Андрей, Алла Чурилова, которые всегда принимают очень большое активное участие в организации своих коллег, своих сотрудников городообразующего производства, потому что они действительно показывают очень хорошие результаты. Какие этапы пришлось преодолеть нашим спортсменам на областном фестивале? Этапы были те же самые, которые и были на муниципальном этапе, причем этапы не все были одинаковые для всех участников. При прохождении этапов учитывались возрастные особенности, и, естественно, какие-то этапы соответствовали определенным возрастным группам. Какие-то этапы были общими. В общем, была такая градация, скажем так. Итак, мы начали со стрельбы. Причем стрельба – это один из самых, ну, как это сказать, не очень удачных для нас тестов, потому что все-таки стрельба – это такой специфический давид. То есть если человек любит спорт, он может утром пораньше проснуться и пойти на пробежку или там пойти отжаться и также сделать приседания, прессы и отжимания, и все что угодно. А стрельба – это уже нужны специальные оборудования, специально оборудованные помещения и так далее, и так далее. И вот первый тест мы сдали, и дальше начались легкоатлетические тесты. Это длинный бег 2,3 км в соответствии с возрастной ступенью, до 30 метров, у более молодых был прыжок в длину, и общий тест – это наклон на тумбе, тест на гибкость, отжимания, пресс, и, да, ну, пожалуй, все – отжимания, пресс, наклон, да. То есть, получается, каждому участнику нужно быть таким универсальным спортсменом, показать себя в разных видах состязаний. Именно в этом состоит сложность, потому что, как мы знаем, кто-то хороший пловец, кто-то хороший стрелок, кто-то хороший великолепный легкоатлет. А именно спортсмены должны были показать полное развитие, гармоничное развитие и очень высокую физическую подготовленность, потому что, действительно, тесты были непростые, и битва была тоже непростой, так как всем хотелось победить, и, естественно, наши соперники бдительно смотрели за тем, как выполняются тесты, за тем, чтобы судьи были очень строги, строги, да, совершенно верно, чтобы не было никаких ошибок при выполнении того или иного норматива. И, конечно, борьба была не на жизнь, а на смерть, да, так вот можно сказать. Да, вот если говорить о соперниках, то есть соперники тоже были сильные, достойные у наших спортсменов? Конечно. Другие муниципальные образования Пензенской области также привезли на это мероприятие лучших из лучших. И, естественно, было нелегко. Ну и вот, наверное, вот в таких соревнованиях-то и самое ценное, что это не профессиональные спортсмены, да, это просто обычные сотрудники предприятий, которые вот... Конечно, конечно. Увлекаются спортом и физкультурой. Вы знаете, мне неоднократно задают вопрос, почему вы не сформируете одну команду городскую, состоящую из сильнейших спортсменов города, и возить эту команду на все соревнования и побеждать? Конечно, это был бы наипростейший и наилучший вариант. Соблазн велик. Совершенно верно. Но существуют условия. Участники не должны иметь золотой значок отличия в этой возрастной ступени, в которой они находятся, в этом году. То есть, если уже участник сдавал нормативы ГТО и получил золотой знак отличия, он не имеет права принимать участие в данном мероприятии. Поэтому приходится ежегодно находить вот этих замечательных спортсменов в недрах всех наших коллективов трудовых, выявлять все новых и новых звезд. И с каждым годом мы не перестаем убеждаться в том, что наш Заречный имеет такой огромный потенциал в плане спорта, что думаешь, ну все, наверное, уже всех мы свозили, все уже показали наилучший результат. Боже, кого же мы повезем на следующий год? И какие-то вот самородки появляются и удивляют и нас, и областных судей своими высочайшими результатами и качеством, прошу заметить, качеством выполнения нормативов. Потому что, знаете, был такой нюанс, ну немножко комический, может быть, уже вот эта воля к победе, она нас толкает порой на такие немножко неординарные, неординарные, нестандартные ситуации. Рядом встает мужчина из Камешкир, Каменка, и когда уже наступает усталость во время отжимания, ну есть такой термин, участник начинает нырять, то есть он начинает изгибаться, неравномерно поднимает корпус, и в этот момент у нас Сергей Исаев делает отжимание. И я вижу, он уже устал, я ему так приклонилась к нему, шепотом говорю, Сереж, давай ныряй. Я смотрю, там и считают, а он отжимается на трясущихся уже руках и говорит, я не умею. То есть мы настолько привыкли, наши спортсмены привыкли к правильному, качественному, технически верному выполнению нормативов и элементов, они не умеют делать плохо. И это было очень отрадно, и мне даже стыдно стало за то, что я унесла такой предложение. Да, но я потому что видела, он уже изнемогает, и из последних сил делает последние рывки, и так это было приятно смотреть на то, как люди на самом деле выполняли эти элементы вот прям до последнего. То есть на дрожащих руках пресс уже с криком, с выкриком, с таким вот уже истошным, потому что уже наступила усталость очень сильная. И очень приятно отметить, что на этом мероприятии присутствовал первый заместитель министра по физической культуре и спорта Пенинской области, Пылов Эдуард Владимирович, и он нас очень поддержал, приобнял нас и сказал, ребят, вот я в вас очень верю, и верю, что победа будет за вами. Вот видите, его вера нас тоже очень сильно поддержала. Ну, я думаю, вас поддержала и вера зареченцев, которые тоже очень надеялись и верили, что зареченцы, особенно трудовые коллективы, представители которых были на этом фестивале, и представляли, защищали честь родного города, родных коллективов и вообще всей системы физкультурно-спортивной работы в городе. Потому что, как вы правильно заметили, каждый год появляются самородки, но они не просто выявляются, наверное, но они еще и взращиваются в нашей системе. Конечно, конечно. Это очень большой труд. Я согласна, Светлана, они не берутся из ниоткуда. Это огромный труд. И тех людей, которые показывают эти результаты, и тех людей, которые помогают продвижению этих прекрасных спортсменов. В общем, еще раз давайте их поблагодарим, скажем им спасибо, пожелаем новых успехов. И что еще ждет зареченцев в ближайшее время, вот в продолжение сезона, внедрения физкультурно-спортивного комплекса? Ну, как уже наши горожане знают, мы стараемся охватить фестивалями и физкультурно-массовыми мероприятиями под названием фестиваль ГТО все слои возрастные нашего населения. И в ближайшее время мы, конечно, надеемся на то, что все-таки мы сможем поехать на федеральный этап. Город пока еще не определен. Федеральный этап будет в конце апреля. Ко мне подошел первый заместитель министра, уже предложил мне стать представителем команды от Пенинского региона. Я с удовольствием согласилась. В общем, вот сейчас в ближайшее время нам дают согласие. И если дают зеленый свет на эту поездку, мы интенсивно начинаем собирать команду и начинаем тренировочный процесс для того, чтобы на федеральном этапе также показать себя с наилучшей стороны. Далее у нас прошел муниципальный этап фестиваля ГТО среди семей. К сожалению, 18 марта он должен был состояться на области, но по некоторым причинам он перенесен на апрель. Точное число пока не установлено, но тем не менее, я думаю, что в ближайшие 2-3 недели этот фестиваль пройдет. Далее у нас студенты на очереди, на пути к успеху фестиваль. Потом мы всегда проводим в апреле фестиваль среди наших вояк, как мы называем, или войсковая часть, или МЧС к нам приходит всегда для участия. В мае у нас традиционный летний фестиваль среди детей третьей и четвертой ступени. Как вы знаете, победители на областном этапе, их ждет поездка в Артек. В сентябре месяце у нас всегда состоится и традиционно будет проводиться фестиваль «Я начинаю с ГТО», и это наши дошколята. Так что планы грандиозные. У всех муниципальных этапов существует еще и областной этап. И также мы надеемся, что на федеральные этапы будет возможность поехать. И, конечно, надеемся на то, что мы не опозорим наш город, заставим наших спортсменов биться до последнего. Ну, я имею в виду, в хорошем смысле заставим. И очень надеемся, что наши горожане будут нами гордиться. Ну что ж, еще раз поздравим с победой наших горожан и пожелаем им новых достижений. Спасибо, Ольга. Спасибо, Светлана. У нас в гостях была директор муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Ольга Касаткина. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Занимайтесь физкультурой и спортом. Берегите себя и своих близких. Заречный. До встречи на родном канале «Заречный». Заречный. Заречный.